О Господь, взвесивший глину мою, что мне делать, скажи! Ты, соткавший ковёр моей жизни, что же мне делать, скажи! Начертавший на лбу моём зло и добро, все поступки мои наперёд, что же мне делать, что же мне делать, скажи! Есть такой еврейский анекдот. Как лидер общины, глава еврейской общины, польской, приглашает к себе в город молодого, но уже известного Равина. И он говорит, наш город замечательный, у нас похоронен Рамбом, у нас похоронен Раши, у нас похоронен Маораль! Равина уважительно слушает, но в какой-то момент говорит, вы знаете, мне казалось, что Рамбом похоронен в земле Израиля, а Маораль похоронен в Праге. Это глава община говорит, нет, в земле Израиля Рамбом жив. Маораль, а это было у нас, например, в Праге, Маораль жив. И у нас все похоронены. Мне казалось в юности, когда я пытался читать переводных поэтов из библиотеки поэтов, из большой серии, мне казалось, что в библиотеке поэтов похоронено очень много великих зарубежных поэтов. Например, Амар Хаям. И Полина Беспрозванная, которая перевела 11 труб, а ее Амар Хаяма, она сделала очень простую вещь. Она Амар Хаяма оживила. В персоническом журнале опубликованы три, мне не побоюсь, но от слова замечательных рассказа Ильи Берковича. И вряд ли он на них решился поговорить. Не решился бы, да? Да, я так чувствовал. Да, он бы сказал по что-нибудь другое, и даже я не попрошу его прочесть ни одного из рассказов, потому что они прекрасны, и не надо их быстро читать, надо их читать на бумаге. Раздел холл памяти у нас достаточно обширен. Ну что, жизнь-то она, все совместимо со всем. Особенно жизнь бессмертна. Ну, я уже говорил, что у Романа Владимировича Тименчика даже сразу две публикации в этом разделе. Я сначала хочу сказать по поводу того, что Игорь в самом начале сказал, что вот когда-то, по-моему, в 97-м году, в 96-м, мы собрались и решили, что будет такая вещь, Романский журнал, ничего не обещало, что когда-нибудь мы доживали до 60-го номера. Их, ну, это были такие 90-е годы, да, которые были и, так называемой, метрополией русской словесности, так называемыми лихими и безответственными, и веселыми, и переполнен глобальными проектами, большинство из которых не сбылось. И то же самое, насколько я помню, происходило в Иерусалиме 90-х. Ну вот, так что, Игорь, я поздравляю тебя с тем, что... Земля? Да, да, что мы все-таки дожили до такого дня. Вот. А, значит, действительно, мне пришлось выступить в разделе «Холлой памяти» по поводу двух ушедших наших земляков и замечательных литераторов и авторов Иерусалимского журнала. Я не буду сейчас цитировать то, что написано, потому что в этом жанре некрологического несколько кедовичей, которые вообще для вслух не говорятся. Они должны быть написаны такими ни ему, ни буквами на бумаге. И я их написал, так что кто-то, может быть, прочтет. Я хочу сказать по поводу этих людей. Когда с годами, о которых мы уже заговорили, с подведением итогов, начинаешь считать утраты и приобретения, то среди утрат все больше и больше на первый план наступают оборудованные разговоры, незавершенные разговоры, вот то, что недоговорили. При некотором другом взгляде они же, в общем, они же, в общем, составляют и некоторый такой запас, заначку на старость. То, что из этих разговоров заполнилось, а кроме того, мы знаем с психологией, что незавершенные вещи вообще лучше запоминаются. С обоими людьми, о которых мне довелось, пришлось писать в этой подборке, значит, у нас были разные разговоры. Я прошу прощения, сейчас напомню такую очередную вещь, да, что у всякой коммуникации речевой есть шесть функций, которые отличаются тем, на чём сделан акцент. Самое главное из них, по мнению Романа Экапсуна, это поэтическая функция, где акцент на самом сообщении. Вот, или, как сказал другой русский литературы, цель поэзии, поэзия. А в других случаях акцент или на говорящем, или на слушающем, или на содержание, так называемой, информации, это сообщение, это информативная функция. Есть ещё одна очень важная функция, она называется фатическая функция. Это функция проверки канала. И так, когда мы говорим, ты меня слышишь? Ты сечёшь? Средишь за мыслью? Мои разговоры с Володей Фрунером всегда были такие. Это была проверка канала. Володя вываливал на меня горы стихотворений своих таких хитов, поэтических хитов, своей молодости 50-х, в начале 60-х годов. И так получилось, я немножко больше его, но всё равно в большинстве случаев я как-то так узнавал из полуслова, что, по-моему, и ему доставляло удовольствие. А мне так тоже. Второй собеседник, Синя Шаруцбан, там главенствовала поэтическая функция в разговорах с ним. Не в том смысле, что он, он и накачал с их, но довольно редко. И поэтическая функция в том смысле, что содержание до разговоров совершенно не имело никакого отношения к реальности. Как казалось, да? Он творил всё время параллельную действительность. Это относилось и к будущему, само собой. У него были самые незбыточные, казалось, прогнозы. Это часто относилось к настоящему, а иногда и на какой-то рюмке это переносилось и на прошлое. Самое замечательное в этом было в том, что при следующих разговорах он сообщал, говорил вещи, прямо противоположные предыдущему. И это, по сути дела, это и есть поэзия. Очень этих людей не хватает. Если говорить совсем просто и так по-детски, очень этих людей не хватает. Хотя, надо сказать, что память о них действительно чуть-чуть помогает жить в этом довольно тёмном округе. Спасибо.